Следующее событие, на которое я обращаю ваше внимание, это то, что произошло в Краснодаре. Краснодар вообще сейчас является одним из самых показательных таких центров нанесения ударов. У нас много было ударов, в том числе без пилотников по Курску, например. Но, к сожалению, гороскоп Курска неизвестен, неизвестна его дочная дата основания, поэтому, к сожалению, я в данном случае ничего сказать не могу. Но вот по области Курской, которая известна точно, когда она была основана, к сожалению, большому конец октября и самое начало ноября может быть урожайным на всевозможные аварии и катастрофы, в том числе и связанные с ударами беспилотников. Ну а теперь вот по Краснодару. В Краснодаре буквально несколько дней назад, 29 сентября, столкнулся автобус с грузовой фурой. По Краснодару известно, когда он был основан, я даже этим очень серьезно интересовался. И вот изначальная дата лета, июнь 1793 года. Так вот, если посмотреть гороскоп Краснодара, то можно там увидеть критическую картину. И, опять же, это все накануне солнечного затмения. Все вот критические показатели, которые одновременно еще образуют начальную фазу Большого Креста. Данный крест будет держаться очень долго, практически до мая 2025 года. И самые опасные числа, на которые он указывает, следующие. Это период наступающей скорости после солнечного затмения, но с 5 по 10 октября, а также числа около 25 октября. Далее с 14 по 18 ноября и с 28 по 30 ноября. Далее это с 16 по 22 декабря нынешнего года. В следующем году это может повториться с 17 по 22 января 2025 года. А дальше будем смотреть. Краснодар, короче, находится на переднем фронте опасных городов и опасных территорий. И живущим в этом регионе следует принимать меры безопасности. Я для чего это говорю? Для того, чтобы те, кто по своему долгу службы обязаны действовать, исходя из грамотно сделанных прогнозов, могли бы принимать вот эти меры безопасности. В этом заключается как раз задача настоящего астролога. Не рассуждать о чем-то, о том, что уже было, или не строить какие-то туманные прогнозы, залезая на территорию тех специалистов, коими астрологи не являются. Так вот, переходим дальше. Давайте посмотрим, что же было у нас в международных делах. Так, например, на выборах в Австрии победил председатель австрийской партии «Свободы» Герберт Кикаль, который отличается очень радикальными взглядами. Он поддерживает позицию Виктора Орбана и других евроскептиков среди правящей элиты Европы. И вот давайте посмотрим, что же в дальнейшем ждет Австрию и этого человека, который уже неоднократно, конечно, проявлялся в австрийской политике. И вот сейчас говорят, что победили праворадикальные как раз силы. Некоторые считают, что это очень плохо, другие, наоборот, очень хорошо. Что это может быть связано с расколом всего Европейского Союза. Вполне вероятно, что это может быть так, но не сейчас. Так, Герберт Кикаль, который родился 19 октября под даком весов 1968 года при соединении черной и белой луны, светлого и темного начала. Конечно, он весы. Мелочный человек, расчетливый человек, который умеет правильно делать ставку до мелочей, причем рассчитывая свою позицию. Умеет держать удар. У него очень непростая, конечно, тема рождения. К сожалению, я не знаю его точного времени появления на свет, но тем не менее. Даже если посмотреть его космическую карту на победу, на этих выборах. Меграция очень двойственная. С одной стороны, связанная с белой луной, а с другой стороны, черная луна. И хорошее, и плохое. И светлое, и темное. И, конечно, ему сейчас требуется делать большой выбор между хорошим и плохим, между светлым и темным. Он может в этом запутаться. И события в ближайших нескольких месяцев покажут, на чьей он будет в стороне. В этом поможет нам разобраться еще и гороскоп Австрии, Австрийской республики, которая была основана после распада Австро-Венгрии в ноябре 1918 года. Если посмотреть на гороскоп Австрии, то можно там увидеть парус. Вот одну из самых лучших конфигураций аспектов, которые я в свое время описал впервые в своем учебнике астрологии, первом учебнике астрологии в Советском Союзе выпущенной, который назывался «Анализ и синтез космограммы». Эта конфигурация связана с попутным ветром, который дает возможность управлять некими процессами и получать максимум возможностей, исходя из этого управления. То есть для Австрии хорошее время, хотя сейчас одновременно еще и обращение так называемой «черной луны». То есть, в общем-то, даже самые лучшие возможности, которые сейчас даются этому государству, могут привести его как благие пожелания. Говорят, благие пожелания всегда ведут в акции. В общем, сейчас то же самое и для Австрии. Что бы сейчас ни делалось, это все можно повернуть в обратную сторону. Будем смотреть, как там это будет проявляться. Но надо сказать, что там будут большие перемены в течение ближайшего года, особенно в следующей весной. Это же и для нынешнего этого победившего федерального канцера, и для его партии. Все их усилия могут пойти прахом. А в конечном счете то, что и он, и его партия делают, может быть воспринято с точностью, но наоборот. Любые самые мелкие ошибки, как каждая лыка, будет им поставлена в строку. Это, в общем, в ближайшее время можно увидеть. Ну, разумеется, все зависит от того, какие выводы он сам сделает и поддастся ли он на искушения, которые в изобилии будут ему предлагаться в течение ближайших нескольких месяцев. Следующее сообщение – это Шри-Ланка, где 21 сентября на выборах победил леврадикальный политик Анура Кубара Диссанаяки, который он считает марксистом, который, как он говорит в скорости, перевернет историю Шри-Ланки и потом ее напишет. И 23 сентября он стал президентом этой страны. Давайте посмотрим, что же с ним будет связано и как же в этом будут замешаны события большой политики. Родился он под знаком Стрельца 24 ноября 1968 года, практически на месяц позже, чем федеральный нынешний канцлер Австрии Герберт Кикель. У него такое же соединение черной и белой луны, почти что соединение, как и у канцлера Австрии. Стало быть, вполне вероятно, что в своей деятельности он может смешивать светлое и темное начало, не разбираться в критериях, что же такое хорошо, что такое плохо, а это всегда будет отражаться на его деятельности. Иногда такие люди не ведут, что творят, а потом другие расхлебывают просто. Но, тем не менее, можно сказать, что у него сложная картина по его космограмме. И он родился под знаком Змееносца. Многие сейчас об этом говорят, но я в свое время написал целую книгу под названием «Войной концелл Зодиака», где пришел к выводу о необычности судеб тех людей, которые родились на границе зодиакальных знаков, в том числе на границе скопиона и стрельца, где находится скопление планет. У него, в частности, скопление планет на границе скопиона и стрельца. Об их необычности судеб, об их возможности выживания и то, что они могут возрождаться из пепла, как мифологическая птица Феникс. Вот у него все такие показатели в гороскопе есть. Одновременно с этим умение договариваться, способности к многих новым комбинациям, которые он может выстраивать, и многие другие показатели, которые дают ему хорошую возможность политического выживания. Потому что, конечно же, Луна весь с Венерой в знаке Козерога. У многих успешных политиков Луна находится в Козероге. Но если говорить о его конфигурации, которая возникла на нем на то время, когда он победил, то можно увидеть, что наличит тот самый парус, который я уже описал в книге, выпущенной еще в 1991 году. Это анализ синдоскосмограммы. Дает ему возможность использования попутного ветра и возможность управлять этим ветром перемен. Но если посмотреть гороскоп Шри-Ланки, то там можно увидеть большой крест. Ту самую катастрофическую конфигурацию, которую я неоднократно вам уже показывал. Этот крест связан с властью. Собственно говоря, несмотря на то, что его везет сейчас для его государства, это может быть предвестником больших перемен. Причем перемен не к лучшему. Кризис, который там только начался, и он еще продолжается, не будет остановлен его деятельностью, а вполне вероятно еще и усилится. Мы неоднократно еще услышим про этого человека. И вот в его гороскопе, в гороскопе, в той консигурации, которая привела его к власти, есть еще и указание на большую связь с нашей страной, с Россией. Почему я на нем как раз и остановил ваше внимание, дорогие друзья. Особенно это будет проявляться с весны следующего года. Кстати говоря, в гороскопе Шри-Ланки еще и скорости, может быть, мы услышим о начале новых боевых действий или опасности новой гражданской войны. Дай бог, чтобы все этого не было, чтобы снизить градус катастрофичности, о чем должны заботиться определенные специальные службы, которых астрологи должны предупреждать. Чем я, собственно говоря, дорогие друзья, и занимаю. Последнее, о чем мне хотелось вам сказать, дорогие друзья, это о печальной вести. О уходе из жизни одного из самых известных советских еще композиторов, которого называли доктор Шлягер Вячеслава Добрынина, с которым мне пришлось немножко быть знакомым. Мы пересекались на разных, в том числе, телевизионных программах. Человеком он был очень интересным, хотя и скрытным. Рожден он был под знаком Ваналея 25 января 1946 года. По своему происхождению он был наполовину армянином. Фамилия его была вовсе не Добрынина, а Антонов. Это вообще фамилия матери. А по отцу у него чисто армянская фамилия Петросян. Но, тем не менее, он позиционировал себя как Вячеслав Добрынин. Родился 25 января. Он сам постоянно говорил, что он родился в один день с Владимиром Высоцким. Что право, кстати, говорят 25 января. А умер он, увы, к сожалению, на 79-м году жизни от инсульта. Если посмотреть карту его рождения... Сложная картина, конечно. Прекрасное чувство юмора. Хотя по натуре он был консерватором. Прекрасным чувством ритма. Это Солнце с Венерой. Сильно выраженный Нептун. Много можно говорить по его карте рождения. Вот теперь давайте посмотрим, что же было связано с его уходом из жизни. Это произошло 1 октября 24-го года. Это произошло как раз тоже в канун солнечного затмения. К сожалению, очень многие рецидивы заболеваний, в том числе и со смертельным исходом, происходят как раз в канун или во время, или в ауре затмений Солнца и Луны. И так можно увидеть, дорогие друзья, там большой крест. Вот тот самый большой крест. Трагическая конфигурация. Показатели, которые действительно в данном возрасте, ему уже 78 лет, могут привести к трагической развязке. И, увы, к сожалению, очень многие драматические жизненные ситуации сопровождаются вот такими большими крестами. По крайней мере, ну, процентов 70, так это уж точно. Вот, к сожалению, к большому мы потеряли такого человека с великолепными песнями, которые он написал. Ну, в общем-то, они всегда будут вспоминаться. «Синий туман» – это песня, «Колдовское озеро». Множество. «Исыпь не соль на рану». Ну, в общем, короче говоря, светлая ему память, этому человеку. А нам с вами, дорогие друзья, нужно сейчас помнить, что очень многое в ближайшее время зависит от нас. Мы с вами сейчас только вступили на дорогу серьезных испытаний, но все совершенно точно не предопределено, потому что самая главная битва – это будет битва за наши души. А вот здесь вот никто не может нам указать, какой выбор мы сделаем. Нам сейчас нужно постараться сделать правильный выбор, потому что от нас очень многое зависит. нас действительно могут ждать великие дела, и мы можем быть их достойными. Всем самого доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.